ладно всем привет первая часть прогнозов начнем с вышки начнем с рэша давай да да и со мной ситар спасибо ему за говорится ассист на фол ну что во первых у рэша есть вот этот старый супер крутой блицер которого он разыгрывает через голы закидоны и все остальное вообще вот иметь не проходить надо ты имеешь ввиду скетчем 6 агильного то есть вот травер и этот блицер они там выиграли ему хреновую тучу матчей вообще урож очень хорошая команда я не знаю как у него сейчас со скиллом хотя он вышел в общем то говоря но смотрится очень приятно да смотри есть для игры в мяч для дарков что для дарков редкость на самом деле все есть есть блицер с дамаком какой-то то есть против других альфа крыс будет нормально работать и есть соответственно ну достаточно количество бладжа чтобы не отлетать во всех матчах с хауситами и там орками за первый тайм ну то есть вроде бы я бы я бы сказал что это очень хорошая команда ну вот разве что гард всего один и вишки как-то так вот что-то не что-то не выросло ну да очень хорошая команда ну давай дальше тогда кто у нас там энфи она мастер губе после матеку после да да ну когда все посмотрим скажем кто поехал а кто нет ну энфи вроде все не сильно изменилось единственно шестого вампира выкачал наконец-то пять про есть два такла подкат гордов на вампирах совершенно нет но может быть и не надо на энфи никогда их и не берет у него наоборот стиль вот через гипнозы и разматывания эти рабы тоже такие более минут относительно неплохие по минимуму я бы сказал бы на пятки единстве не хватает ну тоже приятная команда нет нет городов на этих нам на тралах что тоже помогает ну и такой такой команда сложно предсказывать она играет сама с собой после того же 6 матчей не контрится она если не все заходит так ну что давай лилу теперь у лилы правда две команды вышки по понятным причинам у него 18 левел тренера обратите внимание ну она играет ладдер на аккаунте египтянины с одной стороны очень крутые табуретки в целом хотя нету клавсы и очень крутой хоб гоблин но коровки конечно что как-то не радует но смотри это похоже на команду гномов на то есть с дополнительными опциями но чуть подороже и вот если чуть подороже перекроет мага и там взятку против них из них перебил надо свыкнуться приятно что у лилы еще дивизион попался где клавса не особо нужно то ну в общем сильная тьма честно говоря думаешь оценивали только тему это я думаю тренеров тоже оценим я имею ввиду по совокупности сумму тренер тима да если мы оценивали только тему эта тема была бы претендентом на выход 100 процентов ну по крайней мере я думаю лилы с такой тима может и не вылететь конечно но если ты имеешь ввиду обе команды или только одну нет я пока только это имею ввиду ладно давай к нордику у меня вот есть некий опыт игры с ним своеобразный но он хорошо играл почти с тобой намного лучше чем многие другие ну вроде удивительно такой знаешь относительно интеллектуальный хаос я имею ввиду что воины через горды вот есть очень клёвый зверочеловек с мувом единственное что такл всего один нет шурхендов да и нет шурхендов это может сказаться на результатах а чисто для драки мне кажется хаос неплохо оптимизирован но шурхенд это быстро появится то есть восьми мувные я думаю возьмет их за там две игры примерно я думаю ты имеешь ввиду что на рестлере с таклом появится думаю вряд ли не знаю быстро я как раз не уверен более того если все матчи будут играться а вышки все матчей на результат ты там обычно не хочешь делать лишние вкладки там и так далее как бы я сомневаюсь что они появятся быстро а вот успеет ли они повлиять на игру или нет это мало предсказуемо то есть если ему попадутся эльфы в первых паре матча я думаю это будет проблема такла нет шурхендов нет ну как бы верим только в шестерки и пробой в общем но шестерки и пробой что которые тоже могут не помочь против хороших эльфов эльфа рэша помнишь они тут типа мяч заберут у любого игрока как стоячего давай дальше диме урк кристофе смотрю у него прям прибавилось немножко сервик тиза ворда но все но заврая ну да два нулевых завор но все остальные более чем в порядке и кракси гору очень приятный если что не чистого вантернера то есть надо толкать да и но стоимость довольно высокая посмотри я думал что у них против гномов например лилы будет маг а не факт но тут все таки вот эти три агилы очень много жрут да да это такие полустандартные заворы полустандартные хорошие но возможно слишком хорошие то есть если бы вместо одной отделы был нулевой возможно команда была бы лучше просто результатов но наверное наверное 5 отдельный хотя понимаю что очень сложно отказаться от соблазна поиграть но таким можно и в пас даже поиграть ты иногда когда придется так ну что дон кихот он тут пытался на трансферах поиграться но он единственный извращение с на норсах в общем-то говоря прокачанных самому себе не удалось ничего продать да ну кстати вполне очень приятные норсы тоже правда мне кажется дорогие очень дорогие но у норсов цена практически всегда идет в качество ну то есть но тут три силы да да и это тоже в качество но имеется ввиду что это не лишняя сила но правда конечно пятиарморный одноагильный берсерк немножко ломает меня до сих пор у него есть проблема с одной стороны сила его защищает с другой стороны он очень хочет поленодить особенно в контакте а его в этом случае точно фалят и он там чуть ли не 70 на 30 улетает с поля если этого пара ассистов но его в общем-то говоря фалят по каждому матч но ничего до сих пор жив здоров ну здоров это громко сказано да здоров стыдно но зато два 10 на крутых ульфа один из которых может прям сильно прибавить стандартные эти убийца хорошие и достаточно хорошие эти отличный раннер он не раннер лайнман лайнман который не раннер который стабилизирует игру в мяч и любой удачный стандарт для ножа закрепляет на победку прям сразу начином изгодки ход то со всеми может играть так или иначе и стороны думаю с эльфами будет сложнее чем с башами у меня есть ощущение с такой командой то есть да ну то есть думаю да да прикроили мы перейдем королем что ролем по у немножко поумирал мне казалось что у него тима потолще было хотя на 2 140 у него дед посмотри отдельная у него из выиграть и отсаженных садил и то есть те кто кидает агилу уходит вниз и кетчер там затесался видимо случайно так нет смысле случайно нет смотри у него по ролям у него сначала блицеры потом тройверы потом линейки и потом все четыре кетчера да в семье не без урода получается то есть кетчер не кинул агилу и все равно продолжает находиться с ними в одной группе на все мне кажется три агилы это чуть-чуть много я имею ввиду что вроде здорово но плане результата матч сложно сказать вроде бы переплачиваешь а вроде бы эльфы редко когда доиграют в полном составе но они еще не доделаны то есть тут нету каких-нибудь прыжков там такла вот это вот все обрати внимание что все игроки практически имеют кит навыки и это тоже хорошо потому что это часто сохраняет их на поле дольше ну и благ же много действительно много то есть равномерная раскачка в данном случае то мне кажется плюс это значит этих еще на самом деле не переехали нормально пару раз ну и тем более для хаёв которые более-менее прочные все-таки из остальных эльфов неприятная тима мне тоже кажется на результат любом матче может идти особенно там с хаосиками этого нордика например или с норд норсами тоже мне кажется не могут выступить вполне подраться не могут нормально а вот завести пару только дожданов как не перебили вполне могут давай-ка данту это танец смерч ну деревца прикольная блок и в общем то есть вантерн на этом все развлечения закончено условно одна хорошая линейка средний катчера лидер оптимизированного этого достаточно сильно все равно дорогой все равно дорогие дорогая команда ну это хорошие воды слушай тут нет пятая дела это еще плюс для соперников но все остальное у них есть так что меня немного смущает что только один даньсер сейчас живой я имею ввиду прокачанный то есть если он кинет кони то будет посложнее играть ну вроде бы да но есть смотри линейка которая его немножко заменяет без прыжка но похоже по позиционному значению в принципе ну не знаю мне кажется что эта команда хорошая то есть имеется ввиду она оптимизирована по тв у нее нет запасных и нет двух игроков которые могут выдачить матч это действительно проблема ну имеется ввиду антернер недобитый да без ярких звезд да да ну да дерево яркая звезда а водох это не самый может быть лучший сценарий ну с норсами может и поиграет в общем то говоря там есть и эти которые любят дерево ему больше нечем заняться в этой команде давай взглянем на него на который я бы сказал бы почти открытие прошлого сезона на лист я до сих пор в шоке если честно ну как сказать но не развивается команда хорошая команда очень хорошая тут я со своей андетской колокольни скажу очень крутые войты оба одна мумия прям шикарная гули 3 из 4 шикарные две пятки то есть даже есть гарда этот ну команда это почти полный фарш дедовский на самом деле дешевая ну в смысле как дешевая не дешевая не дешевая для дедов но поскольку все тв очень эффективная она и в башерских матчапах очевидно будет играть нормально и ильфы не любят таких войтов и гулей так что все есть у них может быть еще одного полила не хватает дешевого да но в принципе ну просто единственно кто может с ним стенка на стенку драться от наверно лилы и все из того что мы видели да наверное если вас хаос скорее все эти виды хаос постепенно перевалит если у меня сразу не улетит но до начала драть это еще хорошо что другую мумию убили прошлом сезоне я правда не помню какая она была он тоже с блоком с вами проблема такая мумия очень хорошо раскачивается но даже нулевая мумия там с одним или даже без запах она все выиграет как более-менее хороший игрок то есть она такой игрок не вардин все равно близко к этому давайте переглянем на рэши ой рэши сиро ла нораза господи все дарки на одно лицо о своих и они красиво качаются ну кстати тоже довольно ровная прокачка условно страшная вичка но кстати начало работать вот как блок взяла потихонечку пошло в плане качаться щелкать и убивать да это дает по сути такая вичка дает этим эльфам второй план на каждую игру довольно перспективный она может с хаосом доиграть в один блиц почти так ну ты сможешь даже эффективнее в какой-то степени чем сам хаос не будет играть тут еще с так очень сильно повезло с ней с этим дивизионом вот она прям реально под этот дивизион дико заточена то есть она вполне может перебить всех норсов сало да да типа того да ну перебить в ряд и норса будут давать что-то в ответ но я согласен с тем что если на поле останется 4 эльфа и 4 норса эльфы будут сильно в плюсе поэтому каждый минус норсов он более важный чем каждый минус эльфа ну и в целом опять же вот две силы на целых приятных игроках все блицеры практически ровно выкачаны только один травмирован на армор то есть очень приятная команда фички такого не хватает для дивизиона кстати чтобы быть совсем топовый много эльфистских ребят а против эльфов это будет явно ключевой все равно будет ключевой близок скорее всего 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 команда очень приятно да да согласен и линейки как я понимаю они не не глупо на этого глянем то что если они не глупо на это вообще все в порядке имеется этот хороший лозерский линейки сейчас проверим вроде не неглупо две нижних не неглупо на и ну на ртовая ладно да тоже неглупо на и он дешевле всех то есть у него против почти все башен будет мак скорее всего или drill соответственно без выбивателя мяча но опасная ну то есть это вот дешевые просто сердитые дарки которые вот максимально эффективно за свое тв ну что блин сложно сказать кто в полу пойдет ладно я первую ставочку поставлю на адам то просто потому что я верю в его скилл то есть ты говоришь что адант выйдет адант выйдет я поставил бы на рэша я сказал скажу что рэш выйдет вот на второй слот выхода блин сложно так как я вот ломаясь между инфи и рэша наверно рэш наверно поставлю рэша а у меня выбор между лилой и носами то есть но ради как был мне кажется тоже мог бы если бы он очень виртуозно играл на своей команде мне кажется его есть шансы но ему к эльфам надо шурхенды получить поэтому я не помню то есть расписание не знаком с писанием ладно давай я поставлю для интереса поставлю лилу мне кажется в этом будет что-то я думаю она будет обращена у нее идеальные условия для того чтобы да у нее идеальные условия но как бы но это лила я бы так сказал ну иногда играет очень неплохо ну главное чтобы она не отходила к от компа чтобы ебтяне не помогал вот а насчет вылета честно сказать не в обиду на я первого точно ставлю нордика даже не задумываясь как ни странно вторым я тоже почти не задумываясь демиурга потому что он скилловый но с эльфами ну не любят играть ребята с эльфами вообще никак вообще дивизион для демиурга жутко неудобно именно на результат забрал там его демиурга я согласен с тем что демиург я думаю если мы сравнивали только тренеров он бы входил здесь стройку а если бы мы сравнивали команду я тоже согласен что у него он будет бороться скорее всего забыли ну а давай поставлю андедушки вылетают я думаю и давай я думаю энфи вообще надо назвать четыре человека которые вылетят если что я еще про двух думаю я тоже наверное склоняюсь к энфи как ни странно что-то я подумал насчет п.о. я вспомнил что энфи очень плохо играет с дарка ну вообще с эльфами ну дарки в принципе концептуально опасный враг вампиров потому что непонятно чем вампиры прям принципиально лучше да я просто вспоминаю клоун фиес у которой энфи происходило с тем же адантом например где получалось аданта обыграть только когда сильно перла ну адант скилловый но просто дивизион такой я еще что-то думаю насчет роялема на тему нет не на роялема останется сша я кихота поставлю на вылет почему-то не верю в кихота пусть не пусть не обижается солидарности поставил его на выход по хорошо значит я тоже должен дальше называть я думаю я бы ну чисто по команде мне кажется дыма могли вылететь то есть это норс их могут побить на раннем этапе и вампирам они могут проиграть и дарки в принципе с ударами любят играть да то есть как башни только еще и но я боюсь что вот по совокупности конечно дант маловероятно что вылета скорее всего будет бороться за по 1 давай я роли его поставлю на вылет у него него не готовые эльфы он их бережет и делает и они у него перспективные как-то перспективные 2 200 эльфы я понял да так не он энфи роялем кто четвертый не можешь поставить это будет иронично лилу что ли ну вообще я думаю что так смотри если лила по первой аппаратуру сыграет хорошо она с большой вероятностью выйдет а если сыграет плохо то скорее всего дальше уже будет играть более-менее на раскачку и с большей вероятностью вылетит просто потому что она как бы ты хочешь изменить правила игры поставить лилу и туда и туда так ну давай попробуем это интересный прогноз мне нравится ну слушай я что же сказал что села думал про энфи в пау а потом вообще поставил его на вылет так что нового беру очень сложно предсказывать на самом деле тут почти как ты слил и сказал если попрет то попрет но имеется я думаю что пару первые пару матчей определят ее результат довольно сильно окей